ребят сейчас очень классный жизнеутверждающие мотивирующий выпуск но который будет обращен к нашим корням потому как много хочется записать много хочется рассказать но в основном чтобы продолжить наше общение чтобы какие-то определить рамки и точки соприкосновения я хочу вам прочитать кое-какие буквицы из древнеславянского алфавита которому по моим подсчетам и по моей информации которую я нашел более 6-7 тысяч лет я вам могу скинуть материалы некие которые еще остались в ю тубе в комментарии и в описании я оставлю ссылочки там буквально три видео по 10 минут но эти видео дали импульс такой большой толчок для того чтобы я чуть глубже начал копать в эту тему и много очень людей и в личку и в комментарии спрашивают у меня о том какого мое видение религии бога каких-то временных рамок определений но давайте остановимся на том что у нас есть алфавит сейчас из 33 букв древнеславянский алфавит был уникальным в точке с точки зрения но на мой взгляд какая-то совершенная картина пазл 7 на 7 матрица алгоритм который как бы не прочитай вертикаль горизонталь диагональ любая строка в этой матрице она означает смысловую нагрузку мысли образ и несет за собой смысл от которого у меня по всему телу мурашки я не могу просто слышать и слушать то что заложено какая информация какой посыл в этих этих древних буквицах и к примеру чтобы вы понимали осознавали запятая ведали что несет в себя эти буквицы что несут в себе у меня есть древняя азбука которую мне скинул мой друг петрович я не знаю где он ее взял но на мой взгляд и его мнение он меня старше это самая лучшая азбука которую и я и он встречали в жизни у меня она есть если кого-то она действительно захотите ее изучить глубоко и потратить и проинвестировать свое время в эту уникальную информацию в это уникальное знание я вам ее скину свяжитесь со мной в личку напишите и я вам файлом как-нибудь придумаю способ отправить вопрос в другом вопрос в том что очень много здесь страниц написанного текста и помимо каждой буквицы ее различных образов безобразные безобразный все да в нашем языке в русском несет заложенный скрытый смысл обижаться злиться драться с окончании отца себя обижать себя драть себя злить себя не надо дальше объяснять смысл и то же самое себя это слияние с богами все не буду вам перевирать но то есть то что свое проявление в божественном или слияние с божественным то есть в каждом маленьком отдельном я не могу уже больше на данный момент называть буква это буквица которая внесет в себе мысли образ образное мышление и передачу информации которая больше и глубже чем просто буква посмотрите обязательно видео которое я оставлю в описании там полные ответы и то видео которое меня вдохновило на запись этого видео соответственно хочу вам привести пример буква ерь ерь есть такая картинка где под этой буквой расшифровывается что это означает как она пишется как она пишется в самой таблице образ нарисованы очень прекрасно где божественное изображение и образ в четверостишь и то есть каждая буквица здесь несет за собой послание то есть чтоб ты представлял образ к примеру это в современном алфавите русском это типа твердый знак раньше она называлась ерь и твердо знаешь что творишь сотворяша говоришь под покровом высших сил мысль в действие воплотил и описание образы буквицы чтобы ты вспоминал из прошлых жизни из прошлых воплощение из прошлых от прошлых предков информацию преобразование укрепление действу творение которое не закончено а продолжается в данное время так бысть такой если так у буди меня мурашки с честно вау ать допустим буква о это мягкий знак в нашей современной интерпретации в древней это ять и е в транскрипции образ читаю четверостишь я чтоб гармонию понять образ ять нам нужно знать что с небес к нам в я в пришло уплотнилась расцвело и образы буквицы творение бытия по замыслам всевышнего совершенство лад соединение бытия мироздания и земного бытия божественная связь взаимодействие небесных и земных структур это все вот в древних писаниях к нам и мне так нравятся картинки они настолько заставляют разжигают голове пламя воображения в общем ребят если вам вообще понравился этот формат и вам бы интересно было послушать либо в моем прочтении либо предложите сами свой вариант как это можно эту информацию донести на моем канале я буду рад и давайте в комментарии обсудим просто на мой взгляд чтобы дальше двигаться и обсуждать какие-то сложные темы пытаться образовывать истину общую единство мы должны на каком-то базисном на каком-то базисном уровне знать сорок девять буквиц хотя бы потому что это уже более глубокое понимание структур образов и так далее и тому подобное это как я помню действительно в детстве мне стала сказку бабушка и мама пойди туда не знаю куда принеси то не знаю что где грани за три девять земель в тридевятое царство в тридевятое государство далекие дали то есть нету до окончания есть только образное понимание а где это поэтому духовность в интерпретации нашей это ведать истину и понимать что на вот этих на на вот этих дорожках можно будет сюда не иди там ложь коня потеряешь налево не иди там счастье обретешь и понимать какая дорога какой путь к чему ведет я кстати одну буквицу еще вам прочитаю которая мне понравилось их 49 и нужно вообще обладать очень хорошей памятью до чтобы все это в голове держать и оперировать мысли образами чтобы как будто соревноваться в шахматной партии как будто играть и жонглируя терминами образами образами ну настолько это интересно я не знаю помпом вот юне юне это буква ю и буквица юла такая маленькая юла как фильме начало которая на пальце вот так крутится и не останавливается по течению плыть стремись коль движение это ввысь а при смене направления выходи с того движения то есть духовность если ты понимаешь что ты идешь не в ту сторону есть слева право истина ложь то ты просто понимая суть ядро меняешь направление выходишь с этого движения если она разврат разворачивание в обратную сторону направление движения и развращение разворачивание направления движения друзья благодарю за инвестицию за то что вы инвестировали свое время получение знаний которые общие и которым мы сейчас получаем большую удачу есть возможность делиться обсуждать ведать всех обнял пока